Я даже не знаю, что сказать. Я проебала это лето. Этот год у меня будет самый последний, больше я не буду учиться, если я, конечно же, не решу пойти на магистратуру. Я хочу приготовиться к этому учебному году прям по полной. Я хочу сделать всё. Мне нужно сделать автозагар, мне нужно сделать ламинирование бровей. Я, кстати, купила себе набор для ламинирования бровей и ресниц. Ещё мне нужно побрить лицо, мне нужно сделать эпиляцию, мне нужно сделать педикюр, маску для волос. Это лето было самым быстрым в моей жизни. Я не успела ничего. То есть у меня лето закончилось где-то в середине июля, и я сразу же начала работать. Кто не знает, я сейчас работаю. Я работаю менеджером по работе с блогерами в HowToEat. У меня полностью удалённая работа. Я общаюсь с блогерами и через них продвигаю нашу продукцию. По секрету скажу, это было моё первое лето, когда я вообще ни с кем не знакомилась, ни с кем не ходила на свидания. И у меня вообще не было летней интрижки. Слава богу, потому что я помню, когда у меня была последняя летняя интрижка прошлым летом, я отходила полгода. Я клянусь, это было ужасно. Я очень надеюсь, что я закончу этот курс, и меня не отчислят. Ещё мне нужно писать диплом. Боже, я даже не определилась ещё с темой. Я не определилась с научным руководителем. Короче, мне пизда. Но знаете, на самом деле это лето было достаточно спокойным, потому что я занималась тем, что мне нравится. Я отдыхала много, много проводила времени наедине с собой, на природе. На самом деле это лето было хорошим тем, что оно было спокойным, без каких-то скандалов, интриг, расследований. И оно было спокойным в плане того, что я очень много проводила времени на природе. У меня тут стоит зеркало, и ещё решила попробовать новый вид съёмки. Типа с двух ракурсов, мне кажется, это будет достаточно интересно. Следующее, что я хочу сделать, я хочу сделать ламинирование ресниц. Я на самом деле никогда не делала это самостоятельно, я всегда ходила в салон. В салоне делают overpriced. Извините. Мне сюда положили подарочек. Это, короче, такие специальные салфетки от жира. Короче, вот так вот делать. Начнём. Тут у меня вот такой вот Lash Eyelash and Brow Lift Kit. Короче, я хочу сделать ресницы и брови. Мой набор за 700 рублей с Wildberries, я на тебя молюсь. Итак, сейчас вам сделаю обзор, что там есть. У нас тут несколько видов баночек. Так, тут у нас клей для накладных ресниц зачем-то. Вот этот вот материал, который делает именно ламинирование, фиксация, питание, очиститель. Потом ещё вот эти вот специальные штучки, на которые закрепляются ресницы. И ещё Clean Tool, штучка для того, чтобы очищать. Что-то очищать, в общем. И ещё вот такой вот набор палочек разных. Я хочу сначала сделать брови, потому что, мне кажется, лучше на бровях зафакапить, чем на ресницах. Хотя, не знаю. Вдруг у меня, короче, осветлятся брови, я пойду лысая. Надеюсь, у меня брови не выпадут. Окей. Что там в начале? Ой, тут всё на английском. Так, нужно взять клинзер. Такая прелесть. Тут, короче, можно по QR-коду перейти. И тут будет инструкция того, как делать ламинирование. Я, кстати, слышу соседей сверху, потому что, как мне сказал мой арендодатель, у соседей сверху не сделана шумоизоляция пола, поэтому их, как слышно, прям очень сильно. Клей для ресниц на брови. Было написано просто нанести его. Это что-то странное. Теперь надо подождать. Я не понимаю, как можно расчесать брови, если они приклеены. Я не знаю, зачем я делала ламинирование, если мне не нравится, как они выглядят после ламинирования. Я вообще не вижу эффекта, если честно. Типа, он проходит через несколько дней. Так, я расчесала. Теперь плёнка. Так, у меня есть пять минут. Давайте поболтаем. Господи, как же сложно учиться. И готовиться к учёбе. И, кстати говоря, о сложностях. Моя сестра в этом году поступает. Она будет сдавать ЕГЭ. И я, на самом деле, за неё очень сильно волнуюсь. Потому что я понимаю, что подготовка к экзаменам — это огромный стресс. Но я нашла решение. Благодаря онлайн-школе ТурбоЕГЭ, где собраны самые лучшие преподаватели, которые помогут вам разобраться в абсолютно любом предмете. И самое главное, что благодаря их курсам и формату обучения можно готовиться в своём комфортном темпе. И не волноваться за свои баллы. Турбо — это просто находка. Во-первых, у них 12 онлайн-занятий в месяц. Преподаватели — просто огонь. Они объясняют всё без воды, с юмором и так, чтобы даже самые сложные темы казались простыми. Во-вторых, у Турбо есть своя платформа с личным кабинетом, где собраны записи всех вебинаров с удобными тайм-кодами для тех, кто не успел посетить занятия. И самое крутое — это уже готовый конспект. Не нужно тратить время на переписывание, всё прямо в кабинете. И, конечно, огромный банк актуальных заданий ЕГЭ. Если у вас возникнут вопросы, то в Турбо есть чат с преподавателем, который всегда на связи и готов помочь. А также есть возможность задать ему вопросы в личных сообщениях. Если вы сильно нервничаете и не можете справиться со стрессом, то специально для вас Турбо проходит ежемесячные вебинары с психологом. С Турбо можно заниматься из абсолютно любого места, благодаря их приложению, которое, судя по отзыву, просто топ. И у меня отличная новость для вас. Если вы запишетесь сейчас, то доступ к курсу до 1 октября будет стоить для вас 1995 рублей. А по моей ссылке в описании вы получите ещё 500 рублей скидку в подарок. Так что не упускайте такую возможность и готовьтесь с Турбо. Теперь нужно нанести лосьон номер один для химической завивки, накрыть плёнкой. Сейчас мы накрываем плёнкой. У меня закончился флакончик с очищающим средством. Как вам? Мне, если честно, мне очень нравится, потому что такой получился натуральный эффект. Как будто я ничего не делала, но я что-то делала. Теперь я хочу подщипать брови. Я немного подщипала брови, но я убрала только снизу, потому что я не хочу перещипывать, потому что я знаю, что если перещипать все брови, потом не будут расти. У меня мама в молодости перещипала брови ниткой, и они у неё перестали расти, они остались очень тонкими. Я этого боюсь. Короче, у меня нету обезжиривателя, поэтому я буду использовать метилярку для ламинирования ресниц. Погнали. Я на самом деле ненавижу ходить на ламинирование ресниц и на наращивание, потому что нужно лежать кучу часов, у тебя затекает спина, тебе снятся кошмары, ты начинаешь, не знаю, разговаривать во сне, пугать мастера. Короче, да, я их обезжирила. Блять, как это сделать, ёб твою мать? Мне постоянно... Мне больно, я не могу. Что это делают мастера? Ебать, у меня постоянно ресницы вылазят оттуда. Пизду, я не могу. У меня не получается. Я лучше схожу в салон, сделаю. У меня постоянно глаза открываются и вытекают. Ребята, ламинирование ресниц отменяется. Я не буду это делать. Записываемся на ламинирование ресниц. Короче, я записалась на ламинирование ресниц через Фитмост. У меня будет через 3 часа занятие. Эй, фокусируйся. Вот. Сити Нейлс, Китай-город. Короче, я сейчас заходила в туалет, и я увидела вот эту вот полоску. Это полоска для отбеливания зубов. И я подумала, почему бы не отбелить зубы? Я это давно не делала. Мне многие говорят, что фу, отбеливать зубы плохо, это вредно. Ребят, я отбеливаю зубы вот этими полосками из 2019 года. И у меня зубы идеальны. Меня стоматолог их постоянно хвалит. Держим 20 минут и смываем. Я смыла эти полоски. Пойду собираться на ресницы. Всем... Всем доброе утро. Я сделала себе мачу. Я сейчас буду собираться и делать свой самый любимый макияж на учебу. А, смотрите, сколько у меня косметики накопилось. Раньше я вообще не пользовалась косметикой. Сейчас я кражусь, и мне это так нравится. В общем, я сейчас вам буду показывать такой макияж, который можно сделать вообще на любой случай. То есть его можно сделать на вечер, его можно сделать на просто дневной макияж. Но я сразу предупрежу, что этот макияж очень плотный, поэтому я не рекомендую его делать, когда прям очень жарко. Я уже нанесла крем себе на лицо. Потом я наношу вот такую вот базу. Я беру потом тональник. У меня вот такой вот от Dior Forever Nude. Оттенок нейтральный. Еще я делаю вот так вот. Распределяю его побольше, чтобы он легче распределился. Я, если честно, очень жду начала учебы. Но одновременно я хочу сказать, что я не знаю, где брать силы на то, чтобы закончить вуз. Потому что этим летом я окончательно начала работать. И я наконец-то решила, кем я хочу стать. Потому что я поступала в этот вуз, абсолютно не зная, кем я стану. И вот наконец-то этим летом я определилась, что я хочу работать в менеджменте. Мне это нравится. Мне нравится работать в команде. Мне нравится общаться с людьми. Мне нравится придумывать свои идеи. Вот. И я хочу идти примерно вот в эту сферу. Желательно войти. И да, я этим летом начала работать. Я начала работать менеджером по работе с блогерами. Получается, я начала работать в июле. И проработала два месяца уже. И на самом деле это очень классный опыт. Я работала утоленно. Мне все нравилось. Но я думала над тем, чтобы найти либо новую работу, либо взять второй проект. И на самом деле это мне очень помогло, что я наконец-то решила кем стать. Но одновременно мне сложно то, что я понимаю, что мне диплом эстфака вообще не нужен. И мне сейчас очень трудно себя замотивировать, закончить эстфак. Еще меня очень тяготит та мысль, что я тратила 4 года на то обучение, которое мне в итоге даже не пригодится. Надо было идти в маркетинг, в менеджмент, что-то в такое. Но, к сожалению, тогда мне это было неинтересно. Сейчас мне интересно то, чем я сейчас занимаюсь. Далее мы берем консилер. У меня вот от Essence камуфляж. Тоже очень классный, тоже бюджетный. Поэтому наношу под глаза. Знаете, мне очень на самом деле приятно, когда у меня спрашивают, что я добавила в макияж, какой я продукт использую. Мне так нравится этим делиться. Потому что я помню, когда я раньше смотрела на девушек, которые красились, я на самом деле очень хотела тоже научиться. Но у меня сейчас на первое время вообще не получалось. Я долго пыталась разобраться, как все работает. Я думаю, это в основном из-за того, что мне это было не сильно интересно. Я, кстати, в терапии уже 5-6 месяцев. Офигеть. Потому что раньше я занималась, знаете, перерывами. То есть месяц занимаюсь, полгода отдых. А сейчас у меня прям каждый месяц занятия. Прям это здорово. Мне нравится следующим этапом делать бронзер. Конечно, лечь в час ночи это была замечательной идеей. Учитывая то, что перед важным днем, каким-то новым, я вообще не сплю. У меня ощущение, как будто я не сплю, а у меня просто дрем какой-то идет. Потом у меня вот такие вот тени от Nars. Orgasm. Набираем. И куда-то вот сюда. Я, если честно, до сих пор не поняла, куда лучше наносить румяны. Поэтому... Ой, тут что-то яркое получилось. Ладно. Потом, наверное, мой самый любимый этап. Это пудра. У меня вот такая вот от Evelyn Cosmetics. Она лучшая просто. Мы, в общем, ее вот так вот делаем, чтобы все вытряслось. И чтобы мы смогли набрать. Вот такой вот у меня макияж получился. Сейчас я хочу нанести себе лосьон для тела, чтобы успел впитаться запах. И потом я уже буду надевать свой костюм. Он, кстати, вот там вот лежит. Я хочу надеть вот это розовое платье. Также босыношки. И все, можно выходить. Все, как-то так. Я собралась на свое первое сентября. Последнее, надеюсь, в ВУЗе. И я побежала, потому что я очень сильно опаздываю. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok